Рассказ Василия Макарыча Шукшина «Мужик Дерябин» читает Павел Беседин. Мужику Дерябину Афанасию за 60, но он еще сам покрыл оцинкованной жестью дом, и дом его теперь блестел под солнцем, как белый самовар на шестке, ловкий, жилистый мужичок, проворный и себе на уме. Раньше других в селе смекнул, что детей надо учить всех. У него их трое, два сына и дочь. Довел до десятилетки. Все потом окончили институты и теперь на хороших местах в городе. Сам он больше по хозяйству у себя орудует. Иногда в странную пару поможет, правда, по ремонту в РТС. Раз как-то сидели они со стариком Ваниным в ограде у Дерябина и разговорились, почему их переулок называется Николашкин, а переулок тот небольшой. От Оврага, где село кончается, боком выходит на главную улицу, на колхозную, и крайний дом у Оврага как раз Дерябинский. И вот разговорились. Да особо много-то и не говорили. А ты разве не знаешь, удивился старик Ванин. Да поп-то жил, отец Николай-то, ведь его дом-то вон он стоял за твоим огородом. Его, когда отца Николая-то сослали, дом-то разобрали, да в МТС перевезли. Контора-то в МТС, это же... А, ну-ну-ну, верно же, вспомнил Дерябин. Дом-то, правда, без меня ломали. Я на курсах был. Ну-у-у, вот и Николашкин. А я думаю, по что Николашкин? Николашка, его так-то отец Николай, а народишка, он и какой? Все перезобачит. Николашка и Николашка. Так и переулок пошел Николашкин. Дерябин задумался, подумал и сказал, непонятно и значительно. Люди из городов на конвертах пишут переулок Николашкин. А Николашка всего-навсего поп. И посмотрел на старика Ванина. Какая разница, сказал тот. Большая разница. Дерябин опять задумался и прищурил глаза. Все он знал. И почему переулок Николашкин? И что Николашка поп знал? Только хитрил. Он что-то задумал. Задумал же он вот что. Вечером поздно сел в горнице к столу, надел очки, взял ручку и стал писать. Красно-Холмскому райисполкому. Довожу до вашего сведения факт, который мы все проморгали. Был у нас поп Николай. По-старому отец Николай. В народе его звали Николашка. Как никакого авторитета не имел. Но дом его стоял в этом переулке. Когда попа изъяли как элемента, переулок забыли переименовать. И наш переулок в настоящее время называется в честь попа. Я имею в виду Николашкин, как раньше. Наш сельсовет на это дело смотрит сквозь пальцы. Но жителям нам, то есть, стыдно. А особенно у кого дети с высшим образованием и вынуждены писать на конвертах. Переулок Николашкин. Этот Николашка давно уж, наверное, сгнил где-нибудь. А переулок, видите ли, Николашкин. С какой стати? Нас в этом переулке восемь дворов. И всем нам очень и очень стыдно. Диву дается, что мы пятьдесят лет восхваляем попа. Неужели же у нас нет заслуженных людей, в честь которых можно назвать переулок. Да и из тех же восьми дворов, я уверен, найдутся такие, в честь которых не стыдно будет назвать переулок. Он, переулок-то, маленький. А есть ли ветераны труда, которые вносили в пожизненный вклад в колхозное дело, начиная с коллективизации? Активист. Дерябин переписал написанное, остался доволен. Даже подивился, как у него все складно и убедительно вышло. Он отложил это и принялся писать другое. В Красно-Холмский райисполком. Мы, пионеры, которые проживаем в переулке Николашкином, с возмущением узнали, что Николашкин был поп. Вот тебе раз, сказали мы между собою. Мы, с одной стороны, изучаем, что попы приносили вред трудящимся, а с другой стороны, мы вынуждены жить в переулке Николашкином. Нам всем очень стыдно. Мы же носим красные галстуки. Неужели в этом же переулке нет никаких заслуженных людей? Взять того же дядю Афанасия Дерябина. Он ветеран труда. Да, занимался коллективизацией и много лет был бригадиром тракторной бригады. Его дом крайний. С него начинается весь переулок. Мы, пионеры, предлагаем переначать наш переулок. Назвать Дерябинский. Да. Мы хочем брать пример с дядей Дерябина. Как он трудился, нам полезно жить в Дерябинском переулке, так как это нас настраивает на будущее, а не назад. Прислушайтесь к нашему мнению, дяди. Дерябин перечитал и этот документ. Все правильно. Он представил себе, как дети его узнают однажды, что отцу теперь надо писать на конверте не переулок Николашкин, а так переулок Дерябинский. Дерябину Афанасию Ильичу. Это им будет приятно. На другой день Дерябин зазвал к себе трех соседских парнишек, рассказал, кто такой был Николашка. Выходит, что вы живете в Поповском переулке, сказал он напоследок. Я вам советую вот чего. Кто по чистописанию хорошо идет. Один выискался. Перепиши вот этой своей рукой, а в конце все распишитесь. А я вам за это три скворечни сострою скречниками. Ребятишки так и сделали. Один переписал своей рукой документ. Все трое подписались под ним. Дерябин заклеил письма в два конверта. Один подписал сам. Другой конопатый мастер чистописания. Оба письма Дерябин отнес на почту и опустил в ящик. Прошлось неделю, наверное. В полдень, как-то к дому Дерябина, подъехал на мотоцикле председатель сельсовета Семенов Григорьев. Молодой парень. Хотел всех созвать, да никого дома нету. Нам тут из района предлагают переименовать ваш переулок. Он, оказывается, в честь Папа. Хотел вот с вами посоветоваться. Как нам его назвать-то? А чего они там советуют? Спросил Дерябин в плохом предчувствии. Как предлагают? Да никак. Подумайте, мол, сами. Как нам его лучше? Может, овражный? Еще чего? Возмутился Дерябин. Он погрустнел и обозлился. Лучше уж кривой. Кривой, а что? Он правда. Что? Кривой. Так и назовем. Дерябин не успел еще сказать, что он пошутил с кривым. То, что как надо в честь кого-нибудь. А председатель, который, разговаривая, так и не слез с мотоцикла, толкнул ногой вниз, мотоцикл затрещал, и председатель уехал. Сменили, шило на мыло, зло и насмешливо, сказал Дерябин. Плюнул и пошел в сарай работать. Вот дураки-то! На зло буду писать. Николашкин. И так и не написал детям, что его переулок теперь кривой. И они по-прежнему шлют письма переулок Николашкин, дом один, Дерябину, Афанасию или Ичу. Продолжение следует...